Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Булыгина Наталья Вячеславовна. Год рождения. 11 марта 1923 года рождения. Родилась в Москве. Училась в школе МОПШИК. Московская опытная показательная школа коммуны имени Лепешинского. Находилась она в 2-й обыденский переулок, дом 9. Сейчас в этом здании гимназия. И мы в этой гимназии собираемся каждый год. Те, кто учился в школе МОПШИК. У нас большой контакт с директором и преподавателями этой гимназии. Там у нас 4 доски, на которых начерчены имена тех, кто не вернулся с фронта, но учились в школе МОПР. Среди них Володя Микоянов, второй сын Анастаса Ивановича Микояна, который сгорел в самолете над Сталинградом, защищая нашу Родину. Со мной в классе училась Ирина Николаевна Левченко. Кто такой Ирина? Ирина во время войны кончила курсы медсестер. Ушла сам инструктором. Потом закончила бронетанковое училище, бронетанковую военную академию. Закончила войну героем Советского Союза Ирина Николаевна Левченко. Я же сама была эвакуирована в Магнитогорск, так как у меня мама умерла в 1941 году, и папа отвез туда меня с моей сестрой. Там я закончила 10 класс и кончила курсы медсестер с отличием. Пыталась пойти на фронт, но вор военком меня не направил, так как я была очень худая, и на мне висело платье, как на палке. И меня направили в Ивако-госпиталь 1725, где я и работала. Помогала ухаживать за ранеными, делала все то, что меня просили. После окончания войны я вернулась в Москву, где работала, где окончил институт имени Крупской, исторический факультет. И работала экскурсоводом в Мосбор-экскурсбюро 32 года. Наталья Вячеславовна, а можно задать, чтобы не перебегая после войны, можно задать вопрос, допустим, хотел узнать, было ли у вас ощущение надвигающейся войны, если возвращаться вообще непосредственно с самой войны, было у вас надвигающейся? Ну, никакого. А с чего война именно складывалась? Частные разговоры, СМИ или политзанятия? Скажите, пожалуйста. У нас этих разговоров на эту тему не было. В нашей школе были другие разговоры, но это уже относится совершенно к другому. Так как наша школа была опытно-показательная, то у нас учились дети очень многих ответственных работников. У нас был целый класс также артистов. Эти дети учились так же, как и мы, совершенно одинаково. Никогда ни одна машина ответственного работника не подвозила детей к школе. Они приходили в школу пешком. Но, к сожалению, в этот момент прошло очень нехорошее... Нехорошо было то, что забирали взрослых, а клеймо ставили на детях. Но в нашей школе мы не обращали на это внимания. Хоть их многие называли сын врага народа. Кроме этого, с нами в школе учились. У нас была Московская опытно-показательная школа, поэтому у нас учились и евреи, и Узбекистан, и русские, и всех национальностей. И мы ни на что на это не обращали внимания. У нас был Московский, был МОПР, Международная организация помощи революционерам. Мы собирали пожертвования, шествовали над детдомом испанцев. Это 1939 год, когда в Испании была война. По-моему, 1939 год, если я не ошибаюсь. А вот, кстати, извините, что перебег. Что вы думали о войне в Испании, столкновении с Японией на Халкин-Голе и начале Второй мировой войны в Европе? Вот вы говорите, в Испании. Ну, особого внимания на это не было обращено. Было обращено, когда была война в Испании, потому что надо было помогать детям. И у нас, например, была эта организация, и я была председателем. И меня единственную во всем Советском Союзе наградили грамотой ЦК МОПРО за международную работу. За международное воспитание. А что вы думали о действиях советского правительства на международной арене внутри страны накануне войны? Мы все верили, что войны не будет. А вот войны тоже. А как вы узнали о войне? По радио. Радио... Хорошо. Вот вы услышали о начале войны, да? Вот вы, нибудь, слышали речь Молотова, да? 22 июля 41-го. И Сталина, правильно? Сталина позже. А, ну да. А какова была ваша была реакция о том, что вот война... Было ужасно. И что вы думали о причинах войны? Ну, кто начал? Что фашисты начали войну, фашисты перешли нашу границу. У границы Советского Союза тогда находилось большое количество военной техники, танков, самолетов, боеприпасов. 190 дивизий стояло у границы Советского Союза. Первые, кто встретили фашистов, это были наши пограничники. Если вам придется когда-нибудь бывать в Брестской крепости, посетите музей, посмотрите, что уничтожали фашисты. Они ломали игрушки, рвали книжки, ломали будильники, а немцы рвут, сжигают книги эти. Забудь о вольной песне человек. К чему читать о том, к чему читать о солнце, о свете тем, кто рабами должен стать навек? Мечты запрещены, кровавые, жестокие, враги хотят все сжечь, все истребить кругом. Но строки, пушкинские, горьковские строки, мы сквозь огонь сражения пронесем. Нет, наши города не превратить за стенки, ведь наш народ на бой священный встал. За землю, о которой пел Шевченко и о которой горький тосковал, за то, что он любил, за тисень и равнины, за песню волжскую, за имень голубой. Ведем мы бой, жестокий, смертный бой. Браво! Мы хочу вам напомнить о том, как реагировали мы на начало Великой Отечественной войны. Подмосковье. Октябрь 41-го. Мне запомнился больше всех. Наша школа. Здание серое. Возле Горьковского шоссе. В классе тихо. Мои одногодки. Молча пишут. Скрипит пирог. На доске отрывок и сотки. От Советского информбюро. Тяжелы были эти мгновения. Враг стоял у московских ворот. Одинаковые сочинения мы писали. Просились на фронт. И нам двойки тогда не ставили. Что забыли причины война. Что Онегина мы оставили. Была общая тема. Война. И не школьной авторучкой эту тему пришлось изложить. Мы строчили Катюши и Могучи. И держали экзамен на жизнь. Нам за храбрость оценки ставили. А порой и за жизнь с тобой. И Москвы мы в беде не оставили. Не отдали ее никому. И пришлось нам знакомыми с бедами. Сочинение кончить потом. В 45-м. Когда с победою мы вернулись в наш школьный дом. Москва была прифронтовым городом. На окнах появились белые кресты. Чтобы стекла не разбились. Чтобы от воздушной волны не разбивались бы стекла. На золотые купола Московского Кремля были покрашены специальной краской. На пятиконечные звезды Кремля были одеты чехлы. На Москва-реке стояли плоты деревянные с деревьями, с деревянными домами. Создавалось впечатление, как будто это какая-то деревушка. На мавзолей. Мавзолей был обложен мешками с песком. И сверху одет деревянный чехол. Создавалось впечатление, как будто это двухэтажный жилой дом. Вокруг Москвы было построено столько оборонительных рубежей. Что если бы выложить дорогу, можно было бы выложить дорогу от Москвы до Владивостока. Кто их строил? Молодежь непризывного возраста, старики, женщины. На 25-м километре Ленинградского шоссе стоит памятник тем, кто строил рубежи вокруг Москвы. На нем написано «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». И Москве никогда не добиться, чтобы склонилась своя голова. И вот продолжение «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Москва мы не отдали. Но в Москве кто ковал победу для фронта? Дети, подростки. В феврале 42-го года в «Правде» была написана маленькая заметочка. Ящичники. Кто такое ящичники? Это те, которые не доставали до станков. Им под ноги ставили ящичники. И вот троим ящичникам в сумме не было 40 лет. А самому старшему, бригадиру, не было 14 лет. Они работали так, что тут же у станков спали. Или падали от недосыпания и от голодания. Чем же их наградил нарком тяжелого машиностроения? Сейчас в министерстве тогда были наркоматы. Дал по теплое тело греки и вместе разрешил сфотографироваться. Как хорошо в теплое тело греки работать. И вот о тех, кто ковал победу в тылу, хочется сказать. Огрубили рабочие руки. Стал немного суровее взгляд. Ей тоскливо с любимым в разлуке, Три немереных года подряд. Ей на звезды бы любоваться, Песни петь ни грустя ни о ком. Ей на лыжах бы по полю мчаться, Чтоб снег завивался дымком. Но она забыла про отдых. Нынче путь непреклонен и крут В рудниках, на полях, на заводах, Что ни день, то ни есть и ветруть. Но поюя с упорной породы, Но сгибаясь под грузным зерном, Знай, не только борьбой и тревогой Подельвела с тобою страна. Нет, ты можешь по праву гордиться Высшей чести такого пути. Ни победа, ни радость, ни слава Без тебя вы не могли бы прийти. Браво. Браво. Наталья Вячеславовна, Можно спросить? Пожалуйста. Ну, то вы рассказали, да, Вот какие минуты, день событий Были самыми трудными, Тяжелыми и опасными, Допустим, для подростков, да? Ну, что их наградили? Вот. А именно для вас, Что самое было трудное? Для меня все было трудно. Потому что, например, Мне приходилось по полчайного блюда Мороженую картошку Есть через день. Причем палкой В раковине Отбивали грязь от этой мороженой картошки И ели. Или когда я вернулась в Москву, То у соседки был огород, Она чистила, Я говорю, ты ошкурки не бросай, Она варила в бундире картошку. Так я говорю, я эти ошкурки съем. Вот это было самое тяжелое. То, что трудно было Перенести голод. Есть очень хотелось. А какое тогда событие было самое радостное? Самая радостная победа. Ну, да. Победа. Когда, это самое, Все бежали на Красную площадь, Когда стояли большие очереди В почтовое отделение, Чтобы поставить на фронт телеграмму, Раньше телеграмму не принимали на фронт, Только трехугольнички посылали письмо, Что победа, победа, победа. Это самое радостное. И потом радостное, конечно, Еще, когда был парад, С 45-го года, Первый парад 45-го года, Был проливной дождь. Первый замерла Москва, Самая Красная площадь. Вошли наши герои, Неся фашистские знамены. И бросили их под барабан, Бросили их вместе с фашистами, Стандартом Гитлера, Бросили к Мавзолею. И через некоторое время Прошли наши герои, Неся наши знамены, Всех фронтов, В том числе знамя победы. А те, которые должны были участвовать в демонстрации, Они стояли около музея Ленина. Тогда был музей Ленина. Сейчас я не знаю, Кажется, это историческое музей, Это не передано бывшей Государственной Думе до революции. Вот мы дошли до этих пор, Но проливной дождь и демонстрации не было. И мы все мокрые. До нитки бежулись домой. Хорошо. А вот мы знаем, Что советские солдаты на фронте Проявляли массовый героин. А что для фронтовиков, Как вы думаете, Было источником мужества? В каком смысле? Мужество тоже победить? Да. Защитить Родину? Да. Вот самое главное. Он не мог не победить. Как же свою Родину отдать? Он защищал Родину, Мать, Любимую, Детей, Родителей. Вот для него самое главное было, что. Хорошо. Наталья Вячеславовна, Я вот вижу у вас награды. А можете, Вот какие заслуги у вас награды? Ну, у меня, Ну, правда, здесь, Это самое, Труженик Силы. Ветеран военной, Труженик Силы. Потом, Вот, Ветеран труда. Потому что я работала 32 года экскурсоводом. И после этого, 10 лет, Я работала в 166-й поликлинике. Работала в метрегистрировании. Мне предложили медсестрой, Но я отказалась и пошла в метрегистрирование. Потому что уже за то время, Что я работала экскурсоводом, У меня уже руки не те. Как говорится, Уже той хватки нету, Которая была в молодости. А какая самая особенная? Вот и за доблестный труд, Великой Отечественной войны. Хорошо. Вот битва за Москву. Ой, Хотел, Допустим, Затронуть эту тему. А что вы знали осенью 41-го года О положении под Москвой? И как вы воспринимали то, Что враг подошел вплотную К столице нашей родины? Тяжело было. Грустно. Но мы знали, Что враг не возьмет Москву, Что не допустят это. Мы были уверены все. Ну да. А вот когда у нас было Контра... Как сказать? Контра наступление. Контра наступление. Какая у вас была реакция? Радость. 5 декабря 41-го года. Что вы почувствовали? Даже не так скажу. Кого вы и ваши товарищи Считали во время войны Наиболее выдающимся полководцем? Ну точно Жуковский. Жуков. 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 Потом это самое... Под Сталинградом Там его могила Вылетела из головы. Конев. И это самое... Иватутин. Вспомнил. У вас не изменилась Ваша оценка Сегодня Насчет полководцев? Нет. Хорошо. Ну хорошо. А какого было Ваше отношение Ваших сверстников К личности Сталина? Двоякое. А почему? То есть... Вы понимаете Некоторые Так считали Сталин Как бы Тиран И В то же время Такой справедливый человек Он это самое Властный И между тем Он Иногда бывает Несправедлив Но Он подбирался То что Его Подсовывали Особенно Берия Подсовывал Он подписывал Бывало так С моей точки зрения Хорошо Я знаю На фронте Были люди Разных Национальностей А что По-вашему Объединяло Представители Разных Народов На фронте? Любовь К стране Любовь К родине Патриотизм Да А вот Хорошо А вера в Бога А вы верили В Бога до войны? Понимаете Двояка Тоже Двояка А почему? Потому что С одной стороны Чувствуешь Что-то есть А что Не понимаешь Ну А вот Так Хорошо Но Воспитывали Нас всех Потому что Бога нету Ну Хорошо А после войны После окончания войны У вас изменилось Отношение К религии? К религии Да В какую сторону? То, что есть Хорошо Скажите Вот На фронте Часто Складывалось Тяжелое Положение Какую роль В развитии Событий Сыграл Приказ Наркома Оборона Номер 227 Ни шагу Назад Понимаете Здесь Надо двояка Смотреть Ни шагу Назад Надо понимать Когда Даже подпули Посылать Тоже Не совсем Правильно А у нас Иногда Палку Перегибают Хорошо В этом приказе Говорится О создании Заградо Триадов Вам лично Приказа Заградо Триады Заградо Заграничные Триады Да Вот Вам приходилось С ними Не знаю Хорошо Ваше Скажите Ваше отношение Именно к немцам Какое было И Какие Никаких их видели Воспринимали Понимаете Как рассматривать Если рассматривать Как Людей Народ Народ Ни в чем Не виноват А виноват Гитлер Который Нацист Его Который Поддерживает И вот Вот Эта группа Вот они Виноваты Но не народ Народ Как раз Там Очень Хороший Народ Но все равно Половина Из этих Народа Тоже Настоящий Нацист Ну Не говорите Не целый народ Не говорите Не говорите Большая часть Не нацисты А вы видели Пленного Что? Пленного Видели Немца Нет Ага Хоть их и проводили По Садовому кольцу Но я Там Меня не было Они Во главе Своими Генералами Шли По Садовому кольцу А по бокам Стояли Москвичи Которые С презрением Смотрели На тех Кто Развязал Войну В составе Вражеской Армии Армия Была Не только Жанемцы Но и Итальянцы Румыны Венгры И финны Вот как Вы думаете С кем Турне Было Воевать С теми У кого Нет Настоящего Своего Мнения Турне Да Которые Подвержены Вот ему Скажи Он Все Сделает Которые Не имеют Своего Мнения Не знают Что ему Надо А тогда У какой Страны Не имела Своего Личного Мнения Советская Власть Знала Что Она Защищает Свою Родину С нами Среди Русских Были И Русские Грузины Армяне И Татары И Таджики Узбеки Хорошо Ну Допустим Власовцы Приходилось Ли Вам Во время Войны Слышать О Власовцев Слышал Но Не Понимаю Их Отношение Как Не Понимаю Не Понимаете Как Вы Относитесь К Современным Попыткам Оправдать Их Понимаете Нужно Разбираться Кто Там Кто Сам Власов Или Те Которых Палкой Гнали Вперед Понимаете Может быть Вот я не хочу И тебя А меня Палкой Гонят Иди 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 Поэтому Здесь Очень Трудно Сказать Здесь Надо Тщательно Скрупулезно Изучать И проверять Каждого Отдельно Без этого Нельзя Общие Как говорится Массы Ставить Печать Нельзя Дезертиру Допустим Дезертиры Сталкивались Вы Со Сочным Дезертирством Нет Ну Это Ваши Отношения Дезертиру Да Отрицательные Вот Допустим Не дезертиры А штрафники Вот Вы Лично С ними Приходилось Сталкиваться Нет Не Приходилось Были Среди Ваших Знакомых Нет Вот Тоже Знаете Такой Интересный Вопрос Как Вы Относитесь К возможности Человека Искупить Свою Вину Которую Представлял Штраф Бат Положить Да Хорошо А как Вы отдыхали Что? Как Вы отдыхали Когда? На Ну как На Войне Во время Водыха Спала Ну В принципе Да А Приходилось Ли Вам Слышать Выступления Артистов Только По Радио Только По Радио Если Во Время Войны Вы Имейте Да Во Время Но Они Имели Какое-то Значение Для Вас Конечно Приятно Слышать Песни Военных Бодрит Тем Тем более Если Брать До Войны Я Очень Многих Хорошо Знала Артистов Почему Потому что У нас был Целый Класс Где Учились Дети Артистов Вахтангова Так Класс Вахтангова И Вот Когда Надо В школе Что-нибудь Какая-нибудь Помощь Артисты Давали Шерсткий Концерт Билеты Распространяли И Эти Деньги Шли В помощь Школы А Я Так Вопрос Вам Задам А Во Время Войны У Вас Была Любовь У Меня Перед Войной Была Любовь И Моя Первая Любовь Пропала Без Вести До Сих Пор Не Знаю Где И Что И Как И Никак Не Могу Добиться Хотя Где Где Его Могина Толстой Игорь Николаевич 23 Года Рождения Перед Войной Кончил Московскую Спец Наршу Спец Школу Ушел На Фронт И Последнее Письмо Едем В Станицу Пролетарская Это Было Февраль 42 Года После Этого Я Разыскивала И Его Мама Разыскивала Нигде Все Всюду Значится Пропал Без Вести Мы Так И Не Знаем Даже Где Его Могила Если Кто Знает Где Он Похоронишь Пускай Сообщат Хотя Б Вам На Телевидение А Вы Перешлете Мне Это Моя Первая Любовь Самая Большая Призывался Он В Москве Жил На Садово Триумфальне Это Центр Москвы Знаменитые Наркомовские Сто Грамм Какую роль Они играли Для Вас И Ваших Товарищей Ну Для Меня Они Никакие Не Уграли А Товарищей Подбадривали Или Согревали Потому Что Промерзшие Вот Так Я Старалась Не пить А Если Даже Когда Давали Талоны Скажем На вино И на табак Я Их Меняла На Хлеб Потому Никогда Не пила И Не Вы А Вот Извести Из Дома Когда Вы Писали Письма Домой Правильно А Вот Когда И Откуда Вы Писали Домой Что Сообщали Родным О Себе Ну Я Писала Из Москвы Потому Я Уже Вернулась Мамни Томовска А Себе Еще Находилась Там Я Туда Писала А Могли Бо Вы В Тот Момент В Тот В 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 Когда И Какие Получали Извести Из Дома Тогда же Из Магнитогорска Присылал Мне Папу Ответ Наталья Вячеславовна А Вы Были Ранены Нет Хорошо Допустим Союзники СССР Что Вы Знали О Союзниках Наших Союзников Наталья Вячеславовна Помогали Присылали Чушонку Шоколад Вот Вы Говорите Допустим О помощи А Насколько Ощущалась На фронте Время Наталья Вячеславовна Ответ Допустим Наталья Вячеславовна Вячеславовна Раненым бойцам. А персонал отдельно. Тут уже, даже если какой-нибудь раненый захочет, сестрички, который он, как говорится, молодой мальчишка, я девчонка, дать кусок хлеба или кусок сахара, не дай бог, увидит начальник госпиталя. Это будет скандал. Потому что надо было, чтобы они скорее поправлялись и вновь вступали в строй. А какой помощи ждали от союзников именно вы? Я? Никакой. Почему? Ну зачем? Мне никакой от них помощи не нужен. Хорошо. А считаете ли вы, что их помощь была своевременной и достаточной? Своевременной? Нет. Недостаточной и нет. Можно было больше. Она была позже. Они, например, Третий фронт открыли гораздо позже, чем нужно было бы. Второй фронт. Гораздо позже, чем нужно было бы. Хорошо. А вот 9 мая вы говорите, да? Да. А можете еще раз рассказать, как вы встретили 9 мая? Какого года? 45-го. 45-го? Да. На Красной площади было. Под дождем? Нет. 9-го не было. Это было самый... Когда парад Победы, 45-го, это было 22-е, по-моему, июня или июля. Как раз было тогда июня. Расскажите немножко поподробнее, как вы встречали. Ну, тут много было народа, радостные. Потом был вечер в институте. Меня приглашали танцевать. Офицеры, которые вернулись уже с фронта, я танцевала с одним. Он меня пригласил. Потом у них в общежитии было застолье. Ухаживал за мной, было застолье. И все это... Но у нас ничего не сложилось с ним. Понятно. Повязывал. Какой... Хорошо. А какой фильм о войне, по вашему мнению, лучше всего передает атмосферу военных лет, отношений между людьми? В шесть часов вечера после войны. А какой был фильм посоветовали молодежи? Ну, в шесть часов вечера после войны. Тоже «Жди меня». И потом это... Значит... Ой, фу, он вертится. Пришли летчики, летчики. Летчики, залетчики. Забыла. Ну, хорошо. На самом деле, очень много фильмов. Таких, которые... Ну, мне больше всего нравится «В шесть часов вечера после войны». Почему «В шесть часов вечера после войны»? Потому что, уходя на фронт, в большинстве случаев, москвичи назначали встречу на Москворецком мосту. Рядом с Кремлем, рядом с Красной площадью. Вот, пожалуй, «В шесть часов вечера после войны». Ну, фильмов много, и все хорошие, и все до слез прошибают. А вот, допустим, книги. Вот произведение какого писателя наиболее правдиво отображает войну? «Москва-садашевская шинель» книжка. Автора не помню. Хорошо. Допустим, война с Японией. Вот как вы оценивали, что после войны с Германией нам пришлось воевать с Японией еще? Тяжело. Не хотелось бы лишних... Как говорится... Потерь. Потерь. А как вы восприняли победу над Японией? Продолжительно. Вот, Наталья Вячеславовна, как вы думаете сейчас, почему началась война? Вот почему? Потому что каждый борется за свою власть. И Гитлер хотел, чтобы все были под его китой, чтобы он командовал с ними. Как и сейчас некоторые государства тоже. Например? Грузия. А Америка? Ну, Америка тоже самая, но мы в основном Грузию, возьмите, на Абхазию ездят. Ну, что я, Абхазия. Ну, не хотят они с ними. Нет, они туда. Или возьмите, пожалуйста, что творится на Украине, это Львов. Да. Безобразие какое. Это тоже борьба за власть. Что мы, мол, все. А как избежать угрозы войны в будущем? Крепить оборону и показать, что мы это... Не слабее вас. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. А что бы вы еще добавили? Насчет чего? Из вышеуказанного. Ну, что вам еще хочется рассказать, добавить ко всему сказанному? Сразу не вспомнишь. Чтобы молодежь была более воспитанная, что надо привлевать молодежи с пеленок. Пока что, как говорится, ребенок лежит еще не вдоль кровати, а поперек кровати уже учить уважать старших. Ведь у нас что бывает, например, в метро? Уступили место, так бабушка сама стоит еле на ногах, а она 7-летнего мальчишку сажает. Сиди, сиди, мой миленький. Когда этот 7-летний мальчик может стоять рядом, она его может держать за руку, чтобы он не упал. Ну и ничего с ним не случится. Воспитывать у него джентльмена. Воспитывать патриотизм, уважение к своей родине, чтобы знали историю родины. И битва на Бородинском поле и 19-го года, и 41-го года, чтобы знали это. И Куликовскую битву, и Курскую дугу мы знали. И битва под Сталинградом. Сколько там полегло. Ведь не даром поставили памятник, родина моя зовет. Ни шагу назад, только вперед. Что еще? Нет, мне очень интересно, я заслушался. Самое главное, чтобы нашу историю не франсифицировали. Да, чтобы не было изменений. И самое главное, что не то, что каждый уважающий себя человек, молодежь знала любые события, не поверхностно. Самое главное. Вот это вот так думал. Чтобы они понимали. А что бы еще добавили? Вот что бы пожелали бы еще молодежи? Чтобы молодежь любила свою родину, как следует. Родину. Если они будут любить родину, будут любить своих родителей, стариков, то и все будет нормально. И, конечно, пожелала бы обязательно, чтобы вновь возродились так называемые ПТУ. То есть там, где, ну, типа технику, чтобы давали среднее образование и хорошую специальность. Ведь если человек не умеет вернуть, забить гвоздик, вернуть шуруп, то он безрукий. А у нас, как говорится, очень много с дипломами инженера, а хороших специалистов, рабочих, с большой буквой рабочих, очень мало, почти нету. Вот надо воспитывать, прививать любовь к труду, к любому, самому простому труду, чтобы не гнушались трудиться. И не говорили, ах, вымыть пол, это не мужское дело, ничего страшного нету. На флоте моют пол моряки, матросы. Ну, может, я хотела, чтобы труду приучали бы. Конечно, учились бы хорошо, но и труд не забывали. Труд делает из-за обезьян и человек. Да. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста.